Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с вами рисуем пластилином пейзаж. Нам понадобится половинка листа картона, простой карандаш, пластилин и салфетки вытирать руки. Итак, мы начинаем. Давай на своем листочке нарисуем пригорочек. Пригорок, на котором будет дерево расти. За пригорком дальше, чуть дальше, мы нарисуем море. Просто прямая линия. Или озеро, может быть это озеро. Или это поле, равнина какая-то. А за этой равниной горы. Просто рисуем вот такие треугольные горы. Все, пока. Карандашом, это все, что нам нужно нарисовать карандашом. Давай закрасим пластилином. Вот этот пригорок, он будет зеленый. Уже трава появилась, поэтому мы берем зеленый. Хорошо, если у тебя есть не одного тона зеленый, например, светлый и темный. Тогда можно будет перемешивать, делать немножко такую живописную работу, чтобы не только были мазочки светлые, но и темные. У меня есть светлый и темный. Поэтому я буду размазывать просто пальчиками, пальчиками, светлый и темный тона. Где-то будет светлый, где-то темный. Чем ближе, тем темнее, чем дальше, тем светлее. То есть на переднем плане вот здесь будет тон потемнее. Так. Хорошо. За этим пригороком что-то, либо это равнина в тумане, либо это море, что ты придумаешь, то и можешь сделать. Вот я беру синий, да? И вот эту часть замазываю синим. С добавлением белого. То есть сначала вот здесь вот я синим замазываю, чтобы основной, да, основной тон был синий. А теперь беру белый. И его размазывать вместе с той синей, которая... Еще беру жгутик. И прям по горизонту, где вот у меня заканчивается линия, я вот этот белый кладу. И начинаю размазывать синий. Чтобы получалось вот такое, как будто бы вдалеке перемешивалось. И туманным таким было. То ли это море, то ли это... Здесь больше на море похоже. Поцарапать такие как бы блики на воде. И растираешь пальчиком. Так. Дальше. Горы, они фиолетового цвета. Поэтому мы здесь немножко будем смешивать фиолетовый цвет, если он у тебя есть. И немного черного. Прям чуть-чуть черного. Смешиваем. Посмотрим, что получится. Чтобы получился такой сероватый цвет. Фиолетово-серый. Серый такой цвет. Вот. Видишь, какой цвет получился. Для гор. Но это слишком темный цвет, потому что горы далеко. Они не могут быть такого сильно темного цвета. Поэтому сюда тоже добавляем белого. Перемешиваем. Можно в руках это перемешать. Можно прям на картонке это сделать. Вот так. Здесь не должно быть резкой линии между морем и горами. Поэтому мы здесь растираем так вот, чтобы они перемешались между собой. Вот так вот. Так. Еще берем. Можно в руках это смешать. Вот я беру вот этот фиолетовый смешиваю с белым. И можно даже чуть-чуть еще синенький добавить. Чтобы не был такой сильно розовый цвет. А чтобы был все-таки больше на серый похожий. Черный добавляем. Синенький. Вот этот фиолетовый. Все это перемешиваем. Чтобы ты смотрим, добиваемся такого цвета, какой нам нужен. Для гор. Вот очень хороший получился цвет. Вот такой вот мне даже больше нравится, чем который я вот здесь сделала. Он больше такой холодный. Поэтому я замажу сейчас. Вот у горы, которую сначала сделала вот таким. Сейчас еще раз расскажу, как сделать такой цвет. То есть я беру вот этот фиолетовый. Вернее, он какой-то называется сиреневый. Добавляю сюда синий. Давай его перемешаем. Фиолетовый синий. Добавляю сюда капельку черного. Чуть-чуть черного. Перемешиваем. И чтобы это не был сильно темный, да, чуть-чуть белого добавляем. Смешиваем. Получился вот такой вот какой-то сероватый, голубоватый цвет. Итак, еще раз хочу подсказать. То есть здесь у нас темная вода, а туда, вот к горам, она становится светлая. То есть там идет светлая такая полоса, потому что вдаль уходит и... Так, горы. Вот там, где горы, можно немножко тоже еще добавить светленьких черточек и их прям растереть. Ну, чтобы горы, они же неровные скалы. Поэтому вот мы и там их... Особенно по низу можно сделать тоже светлее. Вот так. И фон. Фон мы можем сделать любой, но он должен быть светлый. Поэтому мы берем белую. И смешиваем с любым цветом, какой тебе хочется. Каким хочется сделать фон. Только не делай. Если у тебя будут на дереве цветы белые, то тогда можно любой сделать. Если же у тебя цветы на дереве будут розовые, то тогда фон не нужно делать розовым. Подумай, какого цвета будут у тебя цветы на дереве. Цветы на дереве. И тогда можешь взять белый кусочек, смешать с любым цветом, какой тебе хочется. Я буду делать голубой стандартно. В принципе, можно сделать и вот такой вот интересный цвет. Хотя он тоже будет розовый. Нет, буду голубой смешивать. Я беру голубой с белым. Буду смешивать для фона голубой с белым. Чтобы у меня голубой был очень светлый. Вот так растираем его в пальцах пластилин, чтобы он стал однородным. И начинаем раскрашивать фон на своей картонке. Ну, может быть, любой и желтый, и светло-оранжевый, и любой-любой, какой тебе захочется. Можно его делать неоднородный. То есть, вот мы где-то сделали одним оттенком. Там же могут быть и облака, да? Поэтому где-то у меня будет голубым, а где-то я добавлю белого. Но можно и однородно, то есть, ровненько закрасить весь фон. Вот я добавляю, немножко добавила синего, голубого потемнее. И вот сейчас добавляю вот такими вот растянутыми линиями облака. То есть, я не просто их как попала, а они вот таким образом, горизонтально. Растираю вот такие вот облака. Так, теперь нам нужно сделать ствол дерева. Ствол дерева будем делать коричневым цветом. Если у тебя нет коричневого, его можно сделать. Как это делается? Мы берем красный кусочек, добавляем либо зеленый, либо черный. Если ты добавишь зеленый, у тебя будет светло-коричневый. Если ты добавишь черный кусочек, у тебя будет темно-коричневый. То есть, вот мы берем красный, допустим, и кусочек черного смешиваем, растираем до однородности между пальцами, и будет коричневый. У меня здесь уже готовый коричневый в коробке, поэтому я буду его использовать. У тебя, если нет, ты просто смешай красный с черным или красный с зеленым, и у тебя будет тоже коричневый. Итак, мы берем кусочек и начинаем его раскатывать вперед-назад, делая жгутик, который с одного края будет тоньше. То есть, вот тоньше. Это должен быть длинный достаточно жгутик. Жгутик, вот такой, ну, по длине ствола, какой ты хочешь смотреть дерево сделать. То есть, если у тебя... Какое оно у тебя будет, дерево? Вот я приложила, и я его прям раздавливаю. Вот таким образом. Делаю его такой формы, как мне надо. Пальчиком размазываю. Здесь дерево будет немножко потолще. Вот так ствол дерева. Так. И веточки на дереве делаем. То есть, мы катаем, опять же, жгутики только теперь тоньше. И к дереву их прижимаем. Чем тоньше будут, тем изящнее будут веточки. Ближе к стволу, сильнее их прижимать, чтобы они становились более толстыми, именно к стволу. С края тоненькие, чтобы были. На этих веточках нужно будет еще сделать веточки. Очень тоненькие. Много нужно будет сделать веточек. Много нужно будет делать веточки. 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 Продолжение следует... Так, теперь смотри, коричневый, и смешиваем его немножко или с желтой, или с белой, или с желтой, или с белой. Смешиваем хорошенько, чтобы получился светлый коричневый цвет. Немножко добавлю, сильно красный получается, я желтого добавлю. Так, вот такой светленький беру, катаю жгутик светлого такого коричневого цвета, и с одной стороны на дерево его примазываю. Прямо вот пальчиком так вот растираем, и так же возьмем, сделаем темный, наоборот, коричневый, смешаем с черный, чтобы нам тень сделать с другой стороны дерева. То есть у нас получается должно, а мы вот так вот пальчиком выравниваем сюда наш средний тон коричневого. А с другой стороны сейчас добавим еще темный коричневый. Чтобы у нас получалось, здесь у нас есть сиренитон, и темненький с другой стороны сделаем. Так же катаем жгутик. Потоньше можно брать кусочками. И с другой стороны на дерево примазываем тень. Таким образом у нас получится такой немножко объемное дерево. Вот так. Немножко толстая, я хочу сделать его чуть потоньше, дерево, но у меня очень толстая. Получилось? Изящно так. Вот так. Дерево, тебе нам нужно на этом дереве сделать цветы. У меня это будут розовые цветы, поэтому я беру белый и смешиваю его с красным или с розовым. Даже можно сделать несколько тонов. Один потемнее, другой посветлее. Светло-розовый, допустим, и потемнее розовый. Чтобы были такие оттеночки разные. Вот потемнее. И нам нужно будет очень маленькими такими кружочками заполнять вокруг веточек пространство. Оно не обязательно совсем-совсем обвести, но нам надо как бы вот даже на дерево попадать. Вот. То есть мы делаем такие... Можно даже не катать колобочки, а просто отрываем кусочки и прилепляем мелкие такие. Их можно даже прям хорошенечко-хорошенечко прилеплять. Не важно, что они там большие, небольшие. Это мы сейчас просто делаем массу цветов на дереве. То есть вокруг веточек здесь мы делаем много-много вот таких пятнышек. Не боимся на само дерево попадать, на ствол я имею в виду. Ну, сильно большие не делаем. Берем все-таки маленькие кусочки. И вот так вот прилепляем вокруг веточек, на веточках. Вот сначала один тон делаем. Обязательно на стволе тоже это делаем, потому что когда цветы, то ствол не весь виден, да? Какие-то веточки закрываются цветами. Вот. Много-много вот таких вот делаем. Теперь я беру, делаю еще светлее. То есть я беру больше белого, смешиваю с этим розовым, который у меня был. Я делаю еще светлее его, то есть чтобы он был светленький, светлее, чем... Вот такой совсем светленький. И теперь делаю сверху на веточках, не по всему, где попало, а, допустим, вот с одной стороны где-то вот посветлее не сильно пчет, еще белый возьму. Прям совсем светленький, чтобы был. Добавляем теперь еще вот таких вот светленьких пятнышек. Здесь вот поверху, то есть где-то... Это вот, смотри, где, допустим, попадает, да, солнечные лучи попадают, там на веточках цветочки светлее. Мы такие теперь делаем посветлее. Рядышко где-то. Такие. Так. Может быть, какие-то цветочки упали, да, полетели лепестки, ветер донул, и лепесточки полетели по воздуху, поэтому можно и где-то сделать подальше от веточек, там где-то вот полетели несколько, много может быть не надо, но вот показать, что ветер донул, и лепестки полетели от дерева. Вот такая получилась интересная пластилиновая живопись у нас с цветущим деревом. Можно сделать также и солнышко, но не делай его желтым прям откровенно, а допустим, это будет какой-то белый ружок такой наверху или где-то вот здесь, не знаю, может быть. Смотри, как тебе будет удобно. А на травке нужно будет стеком вот такие вот сделать, процарапать вот такие вот черточки, по всей, по всей, по всей травочке сделать такую фактуру, фактуру на вот этом приборочке. Он у нас близко, поэтому мы здесь делаем вот такой вот рисуночек фактурный. То есть мы делаем стеком вот такие вот царапинки. Много-много-много. Много-много-много-много. Вот так-так-так. Будут у нас травинки. если это делать снизу вверх то тогда травинки будут вот выше вот туда вот получаться их будет тоже интересная фактура может быть длиннее да какие-то такие получится интересная фактура получается замечательно можно и на корне сделать кору тоже поцарапать и тут может фантазию проявить как тебе интересно сделать твою работу вот так интересненько ну что все готово произведение искусства